Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное и сверхъестественное. У моего сегодняшнего гостя был сон, в котором он увидел некую вторую американскую революционно-гражданскую войну. Он увидел историю США, но не с позиции человека, а так, как видит ее Бог. Божья позиция разительно отличается от нашей с вами. Он увидел наше прошлое, настоящее и будущее. Хотите узнать больше? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Рик, вы известны тем, что у вас бывают пророческие сны. Как-то у вас был сон, в котором вы написали книгу. Она разошлась по всему миру, было продано 5 миллионов экземпляров, и книга эта называется «Последнее путешествие». А недавно у вас был еще один сон. Вы считаете, что это очень важный сон. Так объясните нам, почему? В чем причина? Это был очень драматичный сон. Но он содержал чрезвычайно важную информацию. Я ощутил, что Бог специально подготавливал меня для этого сна, чтобы я мог правильно понять и интерпретировать его. Все предыдущие годы это была подготовка. Так чем же заключался этот сон? В этом сне я видел очень важные вещи. В частности, я смог увидеть историю США так, как видит ее Бог. Его позиция очень отличается от нашей с вами. Разительно отличается. Сейчас многие говорят про ложь в новостях. Я узнал, что в нашей истории тоже есть ложь. Наша история была истолкована так, как это было удобно политикам и полна предрассудков. Я увидел историю США с позиции небес, а также откровения о Божьем предназначении для нашей страны, для всего нашего народа. Народа, расскажите нам о вашем сне. Первое, что я увидел, были люди, которых я про себя назвал победителями. Это были духовные победители, за которыми должны были идти люди, и которые были настоящими твердоньями. Я стоял в одной шеренге вместе с ними и думал, что я тот лишний. Но тут ко мне подошел ангел и сказал, «Пойдем со мною, у тебя другое предназначение». Я пошел за ним и попал внутрь огромного устройства. Мне трудно его описать. Там было что-то наподобие экранов, где я смог увидеть историю нашей страны с позиции небес. Я ходил перед этими экранами и смотрел, что на них показывалось. События там были представлены в хронологическом порядке. Я увидел американскую революцию, затем гражданскую войну. Я знал, что если я просмотрю всю историю до самого конца, то я увижу и наше настоящее с позиции небес. Я ходил перед этими экранами и смотрел, что там показывалось. Но моей целью было увидеть наше настоящее, причем с позиции небес, то, как это видит Бог, то, как видят это сами небеса. А еще в своем сне вы увидели будущее. Наверняка это было очень увлекательно и захватывающе. Да, я смог немного заглянуть в будущее. Краем глаза. Как вы думаете, почему Бог доверил вам увидеть такой великий сон о конце времен? Есть у вас догадки? И я думаю, что всем покажется странным, почему он выбрал именно меня. Когда он показал мне этот сон, у меня и в мыслях не было создавать свое служение. Но я приложил все усилия, чтобы как можно точнее понять этот сон. Я решил для себя. Не важно, что это будет за послание, я должен передать его людям. Иногда я спрашиваю Господа, ну зачем? Зачем ты ставишь передо мной такие тяжелые задачи? А он отвечает, потому что мне хватает на это дерзости. До эфира вы рассказывали мне еще одну интересную вещь. Вскоре появятся некие смертоносные для дьявола заступники. Сами вы не относитесь к их числу. Но вы узнали, что у воинов армии, конца времен, будет много разных обязанностей. Да, так оно и будет. Мне кажется, что победители, которых я увидел во сне, упоминаются в Евангелии Иуды. Иуда в своем Евангелии цитирует Еноха. Он говорит о том, что Бог придет к нам с могущественными святыми ангелами. Это будут самые могущественные ангелы. Они будут обладать такой великой силой. Я верю, что мы увидим тысячи таких ангелов. Они будут делать то же самое, что делал Иисус. Я полагаю, что мы увидим силу, которую на земле не видели с первого века от Рождества Христова. А что касается победителей, которых я увидел, то у каждого из них будет свой враг, с которым они будут бороться. И они должны будут не просто победить этого врага, а уничтожить. Расскажите, что это будут за враги. Я полагаю, что этими врагами станут такие вещи, как расизм и фанатизм, а также аборты, торговля детьми и подобные тенденции. Эти вещи — это настоящий бич нашего времени. Но откуда же они идут? Например, расизм строится на одном из двух главных нечестиях людей — страхе или гордыня. Но гордыня ведет нас к грехопадению. Мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я увидел в своем сне очень важную вещь, а именно то, как Бог и небеса видят нашу историю и наше предназначение. Например, мы считаем, что победили в американской революции. Разумеется, в чем-то мы вышли победителями. Но с позиции небес главной целью этой войны было не обретение независимости от Британии, а основание места, где люди могли бы истинно верить, свободно изъявлять свое мнение и жить. Ведь все люди были созданы равными. Свобода и справедливость должна быть у всех, а не только у какой-то отдельной группы людей. Именно это была первоначальная цель, почему мы основали нашу страну. А еще вы рассказали мне, что это можно увидеть и в нашей Конституции. Ее написали, но она действовала не для всех. Да, первоначально Конституция не имела силы для некоторых рас. Она представляла свободу и справедливость не всем людям. Бог показал мне, что если мы осуществили истинную цель американской революции, то никакой бы гражданской войны не было. После революции все еще оставалось рабство. А рабство не должно было быть в нашей стране. Если бы не было никакой дискриминации, не было бы и гражданской войны. А если бы мы осуществили все цели гражданской войны, многим людям не пришлось бы бороться за свою свободу. У нас бы не было проблем, которые до сих пор у нас есть. Причем истинные цели были не просто не осуществлены. Они рассыпались прахом. Они не исполнились вовсе. Поэтому и начнется эта вторая американская революционно-гражданская война. Я считаю, что это будет одна из основных ее причин. Будут и другие причины, но это одна из причин. Ключевым словом, которое я увидел в своем сне, было слово «свобода». Это и есть наше предназначение. Наша страна когда-то называлась «Американская республика». И считалось, что ее основная ценность – это свобода и справедливость для всех людей. А знаете, что мне кажется интересным в поколении так называемых «миллениалов»? Их основным девизом является «Мы хотим справедливости», но их методами у них ничего не получится, потому что у них нет столько седых волос и опыта, как у нас с вами. И никакая это не справедливость. Но говорим мы сегодня не об этом. Во второй части своего сна Рик увидел наше время. Он увидел, что вторая американская революционно-гражданская война неизбежна истинна и принесет нам победу. Но что же значат эти слова? Оставайтесь с нами и узнаете. Это сверхъестественно. Рик, в самом конце вашего сна Бог сказал вам очень важные слова об этой войне. Так что же Он вам сказал? Я увидел надпись, написанную золотыми буквами, которые горели огнем. Она гласила, «Вторая американская революция, гражданская война неизбежна истинна и принесет нам победу». А затем мой сон закончился. А есть ли у нас возможность избежать эту вторую американскую революционно-гражданскую войну? Я думаю, что есть. Это в наших силах. Если мы не изменим направление, в котором мы движемся, мы придем туда, куда мы и направляемся. А наша страна идет сейчас по направлению к новой гражданской войне. Но у нас есть много времени для того, чтобы измениться и решить многие проблемы. Но нам неизбежно нужно измениться. Без этого у нас ничего не выйдет. И поэтому я считаю, что... Я перебью вас. А мы с вами застанем эти события? Застанут ли их наши зрители, к примеру? Я полагаю, что да. Бог не показал мне, когда именно это случится. Но у меня предчувствие на такие вещи. Такое предчувствие появляется, когда я знаю, что произойдет нечто трагическое. Я чувствую это внутри себя. Но я верю, что эти события произойдут очень быстро. Возможно, мы их даже и не ощутим. Этот сон был у меня в декабре. И с тех пор я вижу, что все постепенно идет к увиденным мною событиям. Вы утверждаете, что война будет происходить как в этом мире, так и в духовном. Как это будет происходить? Я считаю, что в первую очередь важно победить в духовной войне. Поэтому нам просто необходимо новое Великое Пробуждение. Первое Великое Пробуждение произошло во время Американской революции. А второе во время Гражданской войны. Мне кажется, что третье Великое Пробуждение в Америке уже начинается. Я считаю, оно коснется вещей, которые нашей стране уже надоело терпеть. Об этом написано еще у Исаии. Люди зло называют добром, а добро злом. Они почитают то, что не нужно почитать. И ругают то, что нужно почитать. С этим уже давно пора что-то делать. А еще мы можем выиграть эту духовную войну, если осознаем цену войны в этом материальном мире. Я увидел во сне, что в будущем будут гореть целые города. Я увидел несколько городов, объятых огнем. Мы должны понять, что это жизни людей. Драгоценные жизни драгоценных людей. А вы узнали эти города? Я не смог распознать, что это были за города, но я почувствовал, что знаю их. Может, вы назовете нам хотя бы парочку? Первый город — это Чикаго. Я почувствовал, что один из них — это Чикаго. А еще это будет Нью-Йорк. Нам стоит обратить внимание на то, что сказано во второй книге про Липоменон. Мы должны смириться, молиться, искать лица Божьего и покаяться. И тогда Бог исцелит нашу землю. И тогда я допускаю, что произойдет вторая американская революционно-гражданская война, но она не будет иметь таких разрушительных последствий, как могла бы. Она может разразиться в нашей стране, но мы — это народ Божий. И мы будем стоять за истину, которую послал нам Бог. Мы будем защищать ее. Каждый из нас призван стать победителем веры и нести миру Божие предназначения, Божью волю и Божьи пути. Мне кажется, что разрушение, которое принесет с собой этот конфликт, станут для нас великим уроком, и мы многое извлечем из него. И насколько большие разрушения вы увидели, просто огромное разрушение. Если в гражданской войне борьба шла между армиями Севера и Юга, то на этой войне все будет по-другому. На ней соседи будут воевать друг против друга. Это гораздо хуже, чем было на наших предыдущих войнах. Вы увидели историю с позиции небес, а она значительно отличается от нашей с вами. У вас была точка зрения на эти события, близкая Божьей, но вы изменили ее из-за того, что увидели во сне. Я смирил себя, увидев эту точку зрения на нашу историю. То, что я увидел во сне, повлияло на меня. Я увидел, что эта война принесет нам победу. Одно из предназначений нашей страны — стать страной свободы, потому что там, где есть Дух Господень, есть и свобода. Наша страна должна стать особым местом, где Дух Святой будет делать то, что Он хочет сделать для нашей страны. Тогда Он сможет сделать то, что Он хочет. А наша страна будет основана на иудейско-христианском наследии. Я верю, что судьба Америки описана в книге Откровения. Там говорится о наших корнях и наших фундаментальных целях. Я верю, что вскоре мы будем ощущать себя страной, где Дух Святой будет чувствовать себя как дома, где мы уже не будем угнетать Его действия, и Он будет по-настоящему развиваться в нас. А я верю, что у нашей страны особая судьба, и мы уже начали ее осуществлять, еще не начали. Я поделился своим сном с несколькими политиками. Они и помыслить не могли, что битвы гражданской войны могли разрешиться по-другому. Они могут думать только с точки зрения политики. Мы должны отбросить всякую политику в наших мыслях. Мы должны взять лидерство в свои руки. Мы должны бороться за истину Риана. То есть в предстоящей войне решения должны принимать не демократы и республиканцы, а именно христиане? Полагаю, что так. В своем сне я увидел некую третью силу, которую я назвал про себя третьей колонной. Это будет не какая-то новая политпартия, но эта сила будет иметь в нашей стране большое влияние. Она возьмет себе лучшее от двух наших партий и станет такой, какой призвана быть настоящая церковь. Итак, Рик поведал нам лишь некоторые моменты из своего сна. Но главным вопросом для нас остается, как же нам подготовиться к этим событиям. Об этом вы узнаете после паузы. Мы знаем, что такое справедливость с точки зрения человека. Но что ж такое справедливость с точки зрения самого Бога? Я считаю, что Божьим сердцем движет именно справедливость. Поэтому Он желает, чтобы все люди поступали по справедливости. Если мы будем продолжать смотреть на мир людскими глазами, мы не будем знать, что такое истинная справедливость. Мы пытаемся понять технику справедливости вместо того, чтобы задуматься о том, что есть справедливость, что есть истина, что есть правда, что есть честность в той или иной ситуации. Что делать, если нам грозит конфликт с другой стороной? Вы не задумывались? А как нам духовно подготовиться к этой войне? Я имею в виду и духовно, и телесно тоже. Как к этому готовиться? Я бы закупился едой и всем необходимым. Я бы приобрел что-нибудь, чтобы защитить себя и свою семью. Так бы мы готовились к войне, которая будет происходить в видимом нам мире. Но как же готовиться к духовной войне? Лично я бы погрузился в Библию. Я бы начал ее изучать, ведь мы уже пережили ураган Катрина. Это было стихийное бедствие просто ужасной силы. Мы можем посмотреть видео и убедиться в этом. Я считаю, что, возможно, этот ураган является свидетельством того, что началось время жатвы. Поэтому мы должны быть готовы предложить свою помощь нашим соседям, тем, кто живет или находится рядом с нами. Поэтому мы должны перестать думать только о себе. Мы не должны говорить «Моя хата с краю, ничего не знаю». Мы должны начать готовиться к этой войне как на материальном, так и на духовном уровне. Приведите нам пару примеров того, как готовиться к войне на уровне духовном. Как я уже говорил, Библия — это оружие небес. Именно в этой книге мы найдем советы и все нужное нам. Именно она принесет нам стопроцентную истину. Слово Божие — это наша вода и пища, и истины. А как вы сами будете готовиться на духовном уровне? Ведь у вас такая близость с Богом. Я понял, что с каждым днем я становлюсь все ближе к Богу. А еще я стараюсь следить за своими мыслями. Я не провожу свои дни в праздных мечтаниях. Я думаю только о важных вещах. Я не трачу попусту свое время и ментальную энергию. Я стараюсь лучше узнать Бога, слышать голос Бога четко. Во всех сферах своей жизни я стараюсь поступать по законам нравственности. Я хочу видеть Божьи пути, а не только деяния. И как раз об этом я думал, когда писал «Что вы хотите сказать этими словами? Я хочу видеть Божьи пути, а не только деяния. Я хочу не только видеть, что Он делает, но и понимать, зачем Он это делает. Вы видели американскую историю с позиции небес, и знаете, почему все произошло именно так? Да, теперь я кое-что знаю об этом. Но это еще не все. Я увидел все эти события мельком. Это был самый исполненный смысл из всех моих снов, но я увидел все лишь мельком. Мы всегда видим лишь часть большой картины и слышим только часть информации. Я верю, что увиденное мною во сне означает, я смогу туда вернуться и увидеть еще. Я увидел многое, но это лишь крошечная часть. Рик, вы поделились с нами просто изумительными вещами. Я думаю, что многие считают, что США пережили уже все, что только можно. Но вы утверждаете, что видели наш конец. Вы видели смерть США. Расскажите, на что же это было похоже? Я увидел Святой Год, в который нам придется заплатить за наши грехи. Могли ли вы себе представить подобное? Я вижу, что в будущем произойдет самое великое пробуждение за всю историю мира. Я вижу, как Божья слава покрывает нашу землю. Я вижу, что в эти времена у людей будет такая же сила, какая была у Иисуса, и даже больше, чем была у Него. И это значит, что она будет и у вас также. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека, один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу, это сверхъестественно. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, меня зовут Стефани Скьюрман. Вы знали, что сны — это приглашение слышать небесную мудрость, знания и откровения, и сотрудничать с небесами. Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно», где я расскажу вам, как именно Бог хочет вооружить вас мудростью и творческими идеями, чтобы вы, благодаря его любви, смогли исполнить свое предназначение. Я рад, что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.